Баскетбол по-прежнему в числе самых популярных и любимых в нашем районе и во всем крае видов спорта. Состоялся 11-й межрегиональный турнир по баскетболу в памяти Геннадия Павловича Хлыстова. Баскетбольные команды из Новороссийска, Анапы, Тимошевского и Славянского районов приняли участие в традиционном турнире по баскетболу в памяти заслуженного тренера Туркменской ССР Геннадия Павловича Хлыстова в спорткомплексе «Лидер». Геннадий Павлович внес очень большой вклад в развитие баскетбола в Славянском районе. Он повышал уровень тренеров и мастерство спортсменов. Он был отличным наставником для многих, в том числе и для заслуженного тренера СССР по баскетболу Сергея Амбарцумова. Во-первых, я его воспитываю. Он меня тренировал. Потом совместно мы работали еще в Туркмении, со сборной Туркмении. Потом он сюда приехал, Геннадий Павлович, я к нему приехал. И вместе стали работать. Ну, что я могу сказать про Геннадия Павловича от всех воспитанников. Ну, во-первых, это мудрый человек, действительно он был от Бога. Во-первых, психолог очень сильный. Как тренер очень сильный был, очень сильный был. Ну, я ему благодарен. И все наши воспитанники, когда мы все собираемся, они им только добрые слова говорят. Все участники турнира были настроены по-боевому, понимая, что легких соперников не будет и за победу нужно всерьез бороться. Я занимаюсь баскетболом три года. Я нападающий. Постоянно иду в атаку. На турнире в Славянске мы хотим показать себя хорошо, дать бой командам. Славянские баскетболисты с помощью опытных тренеров готовились к этим соревнованиям, в которых им хотелось проявить себя с лучшей стороны. Я занимаюсь баскетболом шесть лет. Мы очень хорошо готовились к этому турниру. И турниру в памяти Геннадия Павловича Холостова мы попытаемся занять как можно выше места. Для юных баскетболистов состязания предоставили отличную возможность проявить себя и получить положительные эмоции. Для тренеров команд было важно оценить достигнутый на сегодня уровень и дать ребятам новые стимулы для развития. Баскетболисты Александр Михайлов и Никита Мягкий вошли в число лучших игроков соревнований. Новороссийцам удалось в упорной борьбе стать лидерами турнира. На втором месте славянцы и замыкают тройку призеров спортсмены из Анапы. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».